Счастливый вторник для четырех семей анапчан на общегородском планерном совещании двум семьям, пострадавших от аварий на Чернобыльской АЭС, и двум молодым семьям вручили сертификаты о предоставлении жилья и социальных выплат на приобретение отдельной жилплощади. О криминогенной обстановке за прошедшую неделю доложил начальник УВД по городу-курорту Андрей Терехин. Из нелегальной продажи без разрешительных документов и регистрации сотрудники изъяли 84 литра алкоголя. По факту нарушения составлены протоколы, материалы направлены в суд. При проверке иностранцев на гражданку Нигерии составлен протокол, нарушительницу оштрафовали. О проверках по линии административных правонарушений отчитался заместитель главы города Сергей Козлов. Составлено 509 протоколов, 401 нарушения зафиксировали специалисты управления муниципального контроля. Заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко поблагодарила сотрудников МУПАКУ и управление санаторно-курортного комплекса за наведение порядка после шторма на территории пляжей. Спасибо предприятию МУПАКУ и учреждению санторно-курортного комплекса, которым было визнано большое количество мусора по пионерскому проспекту и после стихии приобрел первозданный вид. Задача на предстоящую неделю – демонтировать торговые объекты на дорогах, определить места дислокации торговых точек и проверить цена образования в Гастагаевском сельском округе. И еще раз о возможности улучшить жилищные условия. Анапчан рассказала заместитель главы города Яна Дуплякина. Анапа занимает пятое место в крае по результатам реализации программы накопительной ипотеки. Хотя этот показатель мог быть и выше – потенциал и условия для этого созданы. И в завершении планерного совещания первой вице-мэра Анапы Светлана Яровая поблагодарила работников управления ЖКХ коммунальных служб за устранение последствий стихии. Слова благодарности прозвучали в адрес предпринимателей и горожан, кто привел прилегающие дворы и участки в порядок без напоминаний.